Граф Павел Сергеевич Потемкин После генерала Якоби Кавказским корпусом некоторое время командовал генерал Фабрициан, по смерти которого в октябре 1782 года назначен был генерал-поручик граф Павел Сергеевич Потемкин, двоюродный брат светлейшего князя Таврического, уже известный тогда составлением проекта о заселении степного пространства нынешней Ставропольской губернии казенными крестьянами. Граф Павел Сергеевич пользовался и репутацией боевого генерала. Он был украшен за Первую Турецкую войну Георгием, Третьей степени и Четвертой, а во время Пугачевского бунта находился в Казани и в качестве начальника секретной комиссии своими распоряжениями много содействовал успешной обороне города. Императрица наградила его тогда золотой шпагой, осыпанной бриллиантами, а затем он был пожалован Александровской лентой. Потемкин прибыл на Кавказ 8 октября 1782 года, когда походы Якоби еще были свежи в памяти кавказских народов. И наша линия пользовалась поэтому сравнительным спокойствием. Нарушали ее время от времени лишь одни атагинцы – народ чеченского племени, славившийся с давних времен превосходной выделкой холодного оружия, составлявшего предмет справедливой гордости. Этот промысел уже развивал в жителях военные склонности и до некоторой степени ручался за их боевые достоинства. А ни одни из всех чеченцев не хотели покориться русской власти и выдать амманатов. А так как подобное настроение их легко могло сообщаться другим чеченским племенам и аулам, то граф Павел Сергеевич решился, не теряя времени, предпринять их покорение. В марте 1783 года отряд под начальством полковника Кека перешел за Сунжу и, оставив по пути в Хангальском ущелье батальон четырьмя орудиями, двинулся к аулу Атаги и предал его пламени. В то время, когда русские войска жгли и истребляли имущество Атагинцев, последние, кинувшись в Хангальское ущелье, ударили по батальону, рассчитывая истребить его, прежде чем успеет подойти к нему подкрепление. В случае успеха чеченцы заняли бы ущелье, и тогда полковник Кек, отрезанный от линии, очутился бы в весьма опасном положении. Но батальон держался стойко, а между тем на выстрелы подоспел из Атагов отряд. И неприятель, поставленный между двумя огнями, потерпел решительное поражение. Четыре стател осталось на поле сражения, и Атагинцы вынуждены были выкупить их ценой своей свободы. Они присягнули на подданство России и дали Аманатов. Покончив с чеченцами, и не касаясь еще на первый раз главного вопроса колонизации края, Потемкин сосредоточил все свое внимание на наших дипломатических сношениях с Иверией, и успел склонить грузинского царя Ираклия к принятию русского подданства. Торжественный акт об этом подписан был в городе Горе 24 июля 1783 года. Этим актом впервые установлены фактические вассальные отношения Грузии к России. Предыдущие сношения, восходящие до времен царствования Грозного и отличавшиеся характером почти исключительно личных переговоров между монархами, не имели прочного политического значения, обнаруживая лишь неумиравшую духовную связь между единоверными народами. Крепнувшие сношения, Россия с Грузией побуждали лучших грузинских людей переселяться в Москву и Петербург на постоянное жительство. Но, собственно, подданство царства являлось только номинальным и немало не помогало Грузии поддерживать свою автономию. Вслед за монголами и турками персияне в XVIII-XVII веке до того поработили Грузию, что, по свидетельству путешественников, трудно было отличить ее от остальных провинций персидского шаха. Единственным препятствием к окончательному поглощению грузинской национальности оставалась христианская религия, неприкосновенно хранимая народом. И в то время, когда высшие сословия, цари и князья Грузии, уже заимствовали от Кизельбаши не только одни модные чохи и модный язык, но и персидские нравы, обычаи и даже собственные имена, несмотря на то, что они были магометанские, Тегеран сделался тогда местом жительства грузинской аристократии и митрополии Грузинского царства. Но договор, заключенный Ираклием с императрицей Екатериной и разработанный в Георгиевске под непосредственным влиянием и руководством Потемкина, первым условием ставил для Грузии обязательство навсегда отказаться от подданства Персии. Екатерина же, со своей стороны, пользуясь тем, что Россия обязалась не только защищать Иверийское царство, но и поддерживать на престоле потомство Ираклия, ввела в Грузию русские гарнизоны и тем самым устранила силу дальнейшего персидского влияния. Центр тяжести грузинской жизни был таким образом передвинут обратно из Тегерана в Тифлис. Вслед за грузинским царем присягнул на подданство России и тогдашней в Алии Дагестана Муртазели Шамхал Тарковский. К сожалению, кончина его остановила, как говорят современные акты, торжественное того в действии произведения. Оно последовало только при его преемнике Бамате, послы которого, как увидим ниже, были приняты с особой пышностью 21 мая 1786 года. Императрица вполне оценила деятельность графа Павла Сергеевича и пожаловала ему в чине генерал-поручика ленту святого Владимира первой степени, бриллиантовую табакерку со своим портретом и 6 тысяч рублей звонкой монетой. Между тем, вассальные отношения, в которые встала Грузия к России, естественно, заставили Россию подумать об устройстве более правильного сообщения с этой страной. Единственная дорога, пролегавшая тогда через Кабарду до главного горного хребта, была настолько небезопасна от нападения горцев, что русским курьерам нельзя было ездить иначе, как сильным конвоем. Это обстоятельство заставило возводить по дороге новые редуты и укрепления, которые, начиная с Моздоком, оканчивались у подножия гор Владикавказской крепостью. Между Моздоком и Владикавказом построены были три редута. И, не ограничиваясь этим, Потемкин решился соединить Грузию с русскими владениями, проложением дороги и через главный Кавказский хребет. Тогдашние пути за Кавказией горами были едва доступны. Даже для одиночных пешеходов. И большие сообщения происходили только через Дербент по берегу Каспийского моря. По распоряжению его 800 человек-солдат дружно принялись за работу. И, несмотря на невероятные препятствия, представляемые на каждом шагу грозной природой, уже к октябрю 1783 года Кавказский снеговой хребет, там, где, по выражению поэта, носились лишь туманы, да цари орлы, прорезан был дорогой, настолько удобной, что Потемкин уже без затруднения проехал по ней в Тифлис в коляске. То был первый путь, проложенный через Кавказский хребет трудами русского солдата. Путь, несмотря на гигантские сооружения, не стоивший правительству ничего, кроме нескольких лишних мясных и винных порций. Ряд укреплений по дороге к Кавказскому хребту в сущности был новой боевой линией, заложение которой в земле кабардинцев не могло не вызвать опять против русских единодушного недовольства всех горских племен. Не только кабардинцы, непосредственно заинтересованные в этом деле, но даже резгины, чеченцы и кумыки решились соединенными силами препятствовать русским работам. Потемкин опять увидел необходимость действовать оружием. И сильные отряды, сосредоточенные им в Науре и в Моздоке, осенью 1783 года перешли за Сунжу. Пока генерал Самойлов проходил лежащие в Чечне и ныне знаменитые дремучие Гехинские леса, и битвы гремели на берегах Валерика, Гойты, Рошны, Кехи, сам Потемкин приблизился к Хангальскому ущелью. И 6 октября два батальона Астраханского полка, предводимые храбрым полковником Пьери, взяли его приступом, открыв таким образом свободный путь в Чечню. Чеченцы на время присмирели. Вся экспедиция эта окончилась в несколько дней, и 9 октября войска возвратились на линию. В феврале 1784 года, когда Суворов выехал в Россию, граф Павел Сергеевич назначен был кавказским генерал-губернатором и командиром обоих корпусов, расположенных на линии, приобретшей особое значение для России с тех пор. Как было решено водворить за ней мирные деревни хлебопашцев? Таким образом, вопрос о колонизации края русским элементам выдвигается в этот момент на первый план, и ему главнейшим образом и посвящена мирная деятельность Потемкина. На довольно долгое время, отстранившие чисто военные вопросы, Потемкин обратился во внутренние губернии с вызовом к однодворцам и государственным крестьянам, приглашая их на новые места, находившиеся под прикрытием наших укреплений. Вызов увенчался полным успехом, и скоро желающих явилось такое множество, что на первых порах с трудом успевали отводить и распределять земли под новые поселения. Как жили здесь первые русские поселенцы, привлеченные в этот край многими льготами и естественными богатствами? Об этом не сохранилось в солидных известий. Нужно, однако же, полагать, что жизнь их была далеко не безопасна, что они, подобно линейным казакам, должны были выходить на работу в поле не иначе, как с оружием в руках. Несмотря, однако, на предосторожности, которые предпринимались, особенно на первых порах, горские партии все-таки прорывались сквозь русские кордоны и нападали на жителей тем охотнее, что находили у них сравнительно легкую и верную поживу. Чтобы дать крестьянам хоть некоторую самозащиту, Потемкин стал заселять целые деревни отставными солдатами, как людьми, уже знакомыми с оружием. И этой мерой действительно успел поднять дух новых поселенцев настолько, что в скором времени мирные села с успехом стали отбиваться от горцев. Степь, еще недавно представлявшая собой картину необозримой безлюдной пустыни, закипела небывалым оживлением. Гражданское развитие края в течение года подвинулось настолько, что Сенат высочайшим указом от 5 мая 1785 года признал своевременным учреждение Кавказского наместничества из двух областей – Кавказской и Астраханской. Наместником Кавказа назначен был граф Павел Сергеевич Потемкин. Он находился тогда в Петербурге, а потому по возвращению на линию в исходе августа был принят уже не только как командир Кавказских корпусов, но как настоящий правитель Кавказа и государев-наместник. Необходимо заметить, что звания это тогда получали только сановники, пользующиеся особенным доверием императрицы. В их руках сосредотачивалось все управление краем, и им уже подчинялись все военные и гражданские власти. Почести, которые присваивались наместникам, являли в них уже настоящих представителей особо-государя. Так, при всех торжественных случаях они выезжали не иначе, как в сопровождении отряда легкой кавалерии, окруженные адъютантами и молодыми дворянами, которые под их руководством должны были образовывать себя к полезному служению Отечеству. Таким образом, Кавказский край получал самостоятельное гражданское управление, и Астрахань на первый раз передала свои права Екатеринограду, когда Потемкин и перенес свою резиденцию, ставшей при слиянии двух рек. Терека и Малки заключал в себе в то время станицу волжских казаков, солдатскую слободу и небольшую крепость, в которой, собственно, и находился дом, вернее, дворец наместника, выстроенный с необычайной для Кавказа роскошью. Памятником этого минувшего величия города и до ныне остались поставленные тогда Потемкиным триумфальные ворота с многообещающей на них надписью «Дорога в Грузию», ныне уже стертой и замененной другой, построенные по печеньям генерал-губернатора Потемкина царствование императрицы Екатерины Великой возобновлены главнокомандующим и наместником Кавказского края князем Воронцовым в 1847 году. Сам Потемкин служил олицетворение старинного русского барства и не жалел издержек. Там, где нужно было поддержать свое представительство, он окружил себя многочисленной свитой, давал роскошные праздники, и горские князья лучших фамилий всегда толпились около него со своими людьми. Потемкин ласкал этих представителей черкесской аристократии, дарил и покупал их золотом. При легкомыслии и дикой жадности горцев он этим путем узнавал обо всех враждебных предприятиях и, принимая своевременные меры, успевал разрушать их в самом их зародыше. Но главной системой его политики было правило поддерживать между горцами постоянные распри и, помогая слабым, не давать усиливаться тем, которые могли быть опасны для русских. В это время Потемкин принимал у себя послов Шамхала Тарковского, считавшегося валием, то есть правителем всего Дагестана, присланных для принятия русского подданства. В роскошных каретах, сопровождаемые блестящим экскортом из линейных казаков, послы проехали прямо во дворец, где было уже приготовлено все, чтобы ослепить их пышностью, окружавшие наместника. Шествие их открывал ассистент, за ним следовали маршал и, наконец, послы, которых почтительно поддерживали под руки наши офицеры. Миновав длинную анфиладу комнат, процессия вступила в залу, посреди которой величественно возвышался императорский трон. При ступенях трона на богатом кресле сидел наместник. Выслушав, сидя приветственную речь от лица Бамута, он встал со своего места и указал рукой на большой портрет императрицы. После преклонения колен у ступени трона послы громко и внятно произнесли присягу от лица своего владителя. Пятьдесят выстрелов из пушек, музыка и грохот барабанов возвестили городу, а принятие Шамхала в русское подданство. Все эти благоприятные обстоятельства немало способствовали тому, что хотя линия находилась постоянно в тревожном положении, но она была уже настолько сильна, что даже такое крупное событие, как газоват священная война, провозглашенная в горах появившимся в то время на Кавказе магометанским пророком и известным под именем Шейх Мансура, не могло нарушить общего спокойствия мирных обитателей края. Восстание было подавлено, и Шейх Мансур должен был бежать за Кубань. Дела войны, к сожалению, мешавшие Потемкину посвятить себя всецело административной деятельности, однако не помешали ему продолжать дело гражданского развития страны. Отражая набеги горцев, ведя дипломатические сношения с Персией и Грузией, где почти во все время его управления шли кровопролитные междоусобные войны, он в то же время в тиши кабинета обдумывал, а затем и приводил в исполнение много полезных мер. Кавказ обязан ему не одним заселением своего степного пространства мирными селами и деревнями. При нем же учреждены из бывших крепостей первые кавказские города Кизляр, Моздок, Ставрополь, Георгиевск, Александровск и так далее. Он вызвал на Кавказ немецких колонистов, чтобы с их помощью устроить несколько заводов для шелководства, виноделия и дать сельскому хозяйству русского крестьянина вообще более широкое и правильное развитие. Наконец он же хлопотал о привлечении в край армян, на которых смотрел как на посредников в нашей торговле, начинавшие уже мало-помалу зарождаться кое-где в пограничных местах между русскими и горцами. В видах же большого обеспечения русской границы им сделана была попытка обратить весь кабардинский народ в поселенное войско, вроде казачьего, но, к сожалению, эта мера оказалась преждевременной и Потемкин вскоре вынужден был от нее отказаться. В 1787 году, когда началась Вторая Турецкая война, граф Павел Сергеевич назначен был в Дунайскую армию и передал введение военных действий генерал Аншеру Текеле. Потемкин уже не возвращался на Кавказ, хотя и сохранял за собой звание Кавказского наместника до 1791 года, когда назначен был туда генерал Аншер Иван Васильевич Гудович. В действующей Дунайской армии Потемкин особенно отличился при штурме Измаила во главе знаменитых гренадер и награжден орденом Святого Георгия Второй степени. Затем он отправился в Польшу, участвовал в победах Суворова, получил чин полного генерала, а через два года, возвратившись в Москву, неожиданно скончался от удара. К сожалению, эта внезапная смерть вызвала среди современников различные загадочные толки, весьма нелестные для памяти покойного графа. Случилось так, что он скончался в тот самый день, когда получил известие о назначении в Петербурге формального следствия по поводу одного замятого им прискорбного дела, имевшего место на Кавказе в последний год его управления. Обстоятельство это, набросав мрачную тень на память одного из даровитых людей Екатерининского века, состояло в следующем. Один из братьев персидского шаха Агим Ахмед хан, спасаясь от его преследований и настигаемой погоней, бросился в Кизляр искать защиту у русских. Тогдашний комендант Кизляра, бригадир Вещняков, послал к нему навстречу несколько лодок с солдатами. Но едва солдаты вошли на корабль, как бросились на персиан, перерезали их, разграбили несметные сокровища, вывезенные собой принцем, а самого его бросили в море. Почему Потемкин замял такое дело тайно, которая сошла с ним в могилу? В заключении не лишне прибавить, что граф Павел Сергеевич был известен в русской литературе многими сочинениями. Из них два капитальных труда его, история пугачевского бунта и описания кавказских народов остаются неизданными и поныне. Обстоятельства, о котором нельзя не пожалеть, потому что в сочинениях, составленных не очевидцем только, но лицом близко стоявшим ко всему описываемому, нужно ожидать много интересных данных, разъяснений в истории как пугачевского бунта, так и Северного Кавказа в XVIII веке.